Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Исход», и сегодня мы будем читать 35-ю главу этой книги. В этой главе рассказывается о субботе в контексте запрета на разжигание огня в субботний день. Это с 1 по 3 стих. С 4 по 29 стих говорится о том, с каким энтузиазмом, с какой охотой израильтяне приносят материалы для изготовления скини и святилища. А с 30-го и до конца, до 35-го стиха, говорится о назначении специальных работников для изготовления скини и святилища. Итак, прочитаем начало 35-й главы с 1 по 3 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, вот что заповедал Господь делать. «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы, я Господь». Почему запрет зажигать в праздничный день огонь, например, светильники? Разве праздничный день надо проводить во тьме? Конечно, нет. А почему тогда такой запрет? Дело в том, что люди должны были научиться созерцать духовный свет. А вот этот материальный свет, он мешает нам созерцать свет закона Божия, свет пророческих наставлений, который не так легко проникает в наши души, особенно если мы отвлекаемся на материальный, физический свет, какие-то рампы, прожектора, что-то еще, что может немножко нас смущать и выводить из некого духовного равновесия. С 4 стиха по 29 говорится о том, как я уже сказал, с каким энтузиазмом люди приносили все необходимое для изготовления скини и святилища. Здесь надо понять то, какое символическое значение для людей и в то время имело все, что было в скинии, что было связано со святилищем. Верхние и нижние завесы святилища, они напоминают небо и землю. То есть это как бы проекция мира небесного и земного. Таким образом, святилища – это как бы такой микрокосмос. Вода, которая была в умывальнице для омовения, она соответствует водам этого мира. Имеются в виду океаны, моря, реки, озера, ручьи, ключи, бьющие из-под земли. А жертвенник, на котором приносят в жертву животных, символизирует всех животных этого мира и то животное начало, которое в себе должен преодолеть человек. Как в Новом Завете сказано, что плоть противится духу, а дух противится плоти. Семисвечник, светильник, минора символизирует собою свет солнца и луны, и звезд. Но прежде всего минор указывает на некий духовный свет, который должен доминировать в жизни верующего человека. Семь ветвей миноры соответствует сочетаниям семи планет. Такое понимание было у древних евреев, отражающим последовательность всех естественных событий во Вселенной. Потому что древние люди воспринимали космос как открытая изнанка некого механизма, с помощью которого осуществляются процессы жизненные на Земле. Сам Ковчег Завета соответствовал сердцу верующего человека, как жизнь человеческого тела зависит от работы сердца, так и Ковчег, в котором находится скрижаль и закона Божия, он является средоточием духовных и материальных интересов в жизни человека. Первая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и Богом. Это духовный аспект нашей жизни. Вторая скрижаль регулирует взаимоотношения между человеком и человеком. Это материальный, физический аспект в жизни человека. И все это должно быть подчинено воле Бога. А херувимы, керувы, которые с распростертыми крылами на крышке Ковчега, они соответствуют как бы человеческим легким. Два херувима – это как вот два легких, которые близ сердца, и благодаря этим легким мы можем дышать спокойно. А уподобление ангелам делает нас совершенно бесстрашными и спокойными людьми. Даже стол, который был в святилище, он соответствует пониманию древних человеческому желудку. В этом контексте семисвежных соответствует разуму человека. А воскурение, которое воскурялись, это как бы здесь проводился параллель с чувством обоняния человека. С чувством обоняния человека. Сосуд для омовения представляет жидкую часть человеческого тела. Как известно, человек большей частью состоит из воды. Завесы из козьей кожи соответствуют человеческой коже. А шесты, с помощью которых все это переносили в пустыне, они как бы символизируют человеческие ребра. Таким образом, мы видим, что с одной стороны Скиния и Ковчег Завета – это образ космоса, но с другой, обратной стороны – это то, что соответствует человеку как таковому. И все эти предметы, как они расставлены, как они функционируют – все это обращено к человеку. А ведь Скиния и Ковчег – это проекция Царствия Божия. Ведь Моисей делал все по образу Небесного Ковчега и Небесной Скинии. Что Христос выражает словами – «Царствие Божие внутрь вас есть». Действительно, все, что человек видит вокруг себя, он может обнаружить и в самом себе. Особенно, если речь касается святилища. Теперь мы коснемся вопроса о назначении работников для изготовления скиний и святилища. «И сказал Моисей сынам Израилевым, смотрите, Господь назначил именно Веселиила, сына Урия, сына Ора, из колена Июдина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением, всяким искусством, составлять искусные ткани, работать из золота, серебра и меди, и резать камни для вставливания, и резать дерево, и делать всякую художественную работу, и способность учить других, вложил в сердце его, его и Аглиафа, сына Ахисамахова, из колена Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, и искусного ткача, и вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой, весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу для святилища, и составляющих искусные ткани». Обычно мы понимаем так, что в действии Духа Святаго нуждаются священнослужители, но получается, что не совсем так. Те мастера, которые делают облачения для священнослужителей, те, которые изготавляют ладан, мира, те, которые изготавляют какие-то принадлежности для алтаря, то есть весь комплекс тех услуг, которые оказывают предприятие Софрина в формате нашей Церкви, это все тоже нуждается в духовном подкреплении. То есть эти люди тоже должны получать благодать для того, чтобы служение и первосвященников Церкви, и священников, и архиереев, и пастырей, и всего народа Божия, оно было бы более эффективно и более успешно. Таким образом, все как бы имеет смысл, и все, обращенное к Богу, в то же время проецируется на человека, потому что существует космос, макрокосмос и микрокосмос, это мир каждого из нас. А так как библейское откровение обращено прежде всего к человеку, который изучает это откровение, то это диалог с отдельно взятой душою. И каждый человек, читающий Писание, может распознать свое место в плане домостроительства Божьего спасения. Итак, сегодня мы сделали обзор 35-й главы книги Исход. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 36-ю главу. Спасибо всех, Христос! Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых передачах. С Богом! Продолжение следует...